ладони, ну, пример соответственно, мы начинаем мотать выше лучезапястного да и перехлестываем уже потом на ладонь замотали там ладонь можно те же восьмерки там крутить и вернулись опять на лучезапястный замотали ладонь вернулись на лучезапястный, все достаточно просто идея понятна если нам стоит ситуация, что надо замотать пальцы ну, или один, или два пальца ну, как получится делаем все в принципе то же самое, только параллельно еще помимо ладошек, заматываем и сам палец начинаем то же самое выше лучезапястного сустава, то есть фиксирующий тур у нас циркулярный, идет выше лучезапястного сустава значит, вот я промотал, значит сразу на палец не надо скачать, вернулся на ладошку наложил там пару туров на ладошки да, вышел сюда, дальше смотрите беру пальчик и аккуратно его этим бинтиком от основания заматываю мотаю, 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 замотал вот у нас там больной, там раненый пальчик кусочек остался вот болтается, я его завернул и мотаюсь куда? вниз пальчик опять домотался до основания чтобы не спадала повязочка, что опять сделал? или вокруг ладошки, или к запястью вернулся значит, надо второй на палец замотать опять вернулся сюда да, взял, он замотал мизинец, то же самое да, вот он там болтается пускай так за рулем едем да, там мимо поставить не поедешь мимо поставить? не собирался пока надо было не только палец замотать значит, не замотал, да? ну а можно ее так будешь по айпаду как называется эта повязка? раз пальцовка раз пальцовка да, то есть коза а чем затечет? можно и большой палец замотать чтобы не затекал так ты и думай там тыщик ну почему тепло стало? то есть по идее можно что? так замотать каждую ну каждый палец в отдельности перчатки понятно, что такой как бы бинт ну лучше средний в этой ситуации брать или есть узкие бинты там для пальца понятно, да? иди понятно, что алины это